Здравствуйте, дорогие друзья! Я вас приглашаю за стол, чтобы мы вновь с вами могли извлекать уроки истории. Ведь эти уроки, которые не приходят на практику нашей жизни, они не принесут нам результата. И поэтому так важно, чтобы мы не только были слушателями, не только наблюдателями, но практически применяли то, что мы слышим. И тогда каждое наше продвижение, каждый хлеб, который мы съедаем, он для нас будет и в плане духовном, и в плане физическом крепостью. А значит, предупредит какие-то опасные зоны, в которых мы еще с вами можем оказаться. Поэтому говоря о народе израильском, который имел для себя Самуила, как человека, о котором кто-то молился, который был пророком, который дал завещательные слова, который направил народ для того, чтобы их сердца были открыты для Бога. И надо сказать, что молитва Анны на тот момент уже многими была забыта. Потому что, ну, была когда-то Анна, какая-то женщина, которая молилась о сыне своем, получила его. Но посмотрите, какие продолжения от того, что кто-то молился, кто-то получал от Бога результаты. Поэтому, если вы сегодня как мать молитесь о своих детях, то знайте, что немногие могут увидеть это сейчас, но впоследствии воспользуются благословениями, которые приходят через эту судьбу рожденного вами сына, рожденного вами человека на землю. И не только сына, но и дочери. Я хочу вместе с вами сейчас просмотреть, что же было дальше. Дальше с той ситуацией, которая оказалась у Саула и Иоаннафана. Это два отец и сын. Два человека, которые устрашили филистимлян. Но Иоаннафан разбивает отряд филистимский, и это приводит к определенным последствиям. Когда весь Израиль услышал, что разбил Саул охранный отряд филистимский, и что Израиль сделался ненавистным для филистимлян, то народ собрался в Саулу в Галгал. Интересный момент, если вы обратили внимание, разбил Иоаннафан. Но приписывают это Саулу. Почему? Потому что они действуют заодно. И Саул сейчас ответственный за то, какой будет порядок на его земле. И если кто-то действует в одиночку, но от имени государственности, то все равно на государство ложится результат, как плюсовой, так и минус. И в данном случае Иоаннафан, имея ответственную для себя зону, там разбил филистимлян. И филистимляне не говорили, Иоаннафан разбил, говорили, Саул разбил. Саул сделал это. И в Галгале это тоже для нас с вами место определенное. Галгал как место обрезания. То есть это место, где происходит обрезание сердца, где происходит обрезание трусости, если хотите. Потому что надо было отвоевать территорию и идти, в общем-то, практически в одиночестве. То есть у него всего лишь охранный отряд, а не целая армия. Но для филистимлян они сейчас стали ненавистными. То есть любая победа, она может нам обернуться двояко. С одной стороны, ты расширяешь пределы. С другой стороны, степень твоей ответственности, она в том, что есть последствия у любой победы. И сможешь ли ты эту победу удержать, эту победу превратить потом в триумфальное шествие. Вот об этом нам надо думать еще даже до начала сражения. И это важно, потому что перспективы, нам важно победу не только осуществить, а ее удерживать, уметь в ней развиваться дальше. И потому теперь народ израильский, который оказался ненавистными в глазах филистимлян больше, чем вчера, у них есть выбор, что они с этим сделают. И представьте немножечко себя в той категории людей, которые уже жили вот мирно, и им бы хотелось мирно существовать. И вдруг кто-то сделал ненавистными теперь опять нас перед филистимлянами. И может быть, в вашей ситуации, в вашей жизни есть подобного рода картины. И мы сейчас помолимся, чтобы Господь вам дал мудрости, как отделить провокацию от правильных действий. Небесный Отец, я благодарю тебя, что ты обучаешь нас полезному. И это время, когда мы можем это делать с тобой. Поэтому я хочу благословить тебя сейчас в жизни каждого человека, чтобы судьба каждого была открыта для тебя, как возможность преображать судьбы не только отдельно взятого человека, но и рода, и людей, которые к ним относятся. И если есть провокации, которые враг навязывал, и мы на них попадались, нейтрализуй их. А если это победы тобой, нам определенные, то тем более защити, Господи, их плоды. Я прошу тебя, потому что мы не хотим отдавать уже отвоеванное, а пусть эти пределы будут расширяться. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго. До новых встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok